здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на мой канал в сегодняшнем видео я расскажу покажу вам как собрать заказ свежесрезанных листьев приглашаю присоединиться как я себе все упрощаю минимизирую значит смотрите есть свежезаказанный список листьев свежезаказанных листьев свежий заказ так значит что у нас здесь здесь все написано в перемешку вот как душа у человека пела так человек выбирал и записывал себе сорта сложно собирать такие заказы потому что все в перемешку так в принципе сложно то возможно поэтому что я делаю в первую очередь это это конечно же бумажечки мои нарезаем так уже давайте будем от начала до конца на что мне было такого вот смотрите в этом видео или в том я уже рассказывал как собирать большой заказ на 300 сортов как вы можете посмотреть так можно по два листа по три нарезаем сначала нарезаем так 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 лайфхаки все для вас лайфхаки мне сказали юля показывай как ты работаешь первую ночью я вот это вот сама сижу скучаю собираю но не сижу бегу скучаю собираю сниму-ка я для вас видео вот нарезаю вот такие вот клаптики паперу на бумаге сгибаю вот здесь где-то в конце на расстоянии где-то вот тут приблизительно сантиметр полтора нарезаю вот такие надрезики делаю сюда будут ставиться листочки вот в это отверстие так все теперь что я делаю переписываю все по порядку от начала до конца все переписываю на эти бумажечки как переписываю понятно дело что за столом сажусь и пишу оптимара онтарио так отклонила heritage ролик ну понятно что я красиво пишу более-менее правильно и вот так вот переписываю нет потом когда уже много на откладывается это складываю и опять ну в общем так все поэтапно подробно рассказываю значит все я переписала больше я к этой бумажечке ну не возвращаюсь за исключением если здесь написан адрес и конечно же пересчитываю количество так чтобы не спутать теперь идем дальше все же самое интересное понимаете теперь мои любимые коробки да коробочки коробочки теперь что с коробочками зачем коробка смотрите я так как человек написал мне в перемешку и так как у меня много сортов здесь все-таки как не как 40 сортов заказ да значит что я делаю я сортирую когда я уже переписываю я уже приблизительно вспоминаю где какой куст у меня стоит так и я сортирую как здесь у меня мини откладываю ну это как получается мини могут сверху быть могут снизу быть и вот целый ряд у меня мини целая толпа на все написано теперь следующий момент здесь английские снизу русские точно так же я делаю со со стандартами сверху у меня отдельно в сортирую стандарты вот каждая бумажечка могу вот так друг на дружку и уже когда вы их разложили сверху английские снизу русские вот такие раз легко очень и высотой коробочка я бегаю по стеллажам потому что мне не на одном стеллаже стоят фиалки это у меня в двух в трех местах чтобы каждый раз не листать вот эти вот бумажечки не перекладываться оно вот все вот так вот лежит вы переписали вы сразу запомнили уже какой сорт приблизительно нужен сразу уже в памяти простроили дорогу к этой фиалки потом если два раза собрать заказ свежесрезанный уже запоминаешь где какие сорта стоят теперь еще один лайфхак вот эти вот красавицы сейчас конечно нет потому что я переставляю постоянно меняю там расположение фиалок но но вот на этом стеллаже вот там вот у меня вверху фиалки стоят здесь бегонии и внизу фиалки так будут проставлены фиалки сортировочно а именно мини будут стоять отдельно и будут стоять сорта русскоязычное название и англоязычное название то есть будет четкая сортировка и даже допустим если у меня будет заказ большой я буду знать что вот с одной стороны у меня допустим англоязычное название сорта или одна полка это англоязычное вторая полка это мини а третья или там 4 5 10 это стандарты русскоязычные поэтому вот такая вот вот такое вот распределение в коробке по бумажечкам очень упрощает почему в коробке удобно переносить еще раз скажу потому что все стоит в разных местах если вы собрали листочек сняли надо пойти найти в коробке сразу положить в вот сюда вот чтобы него не спутать сорт это сложно бегать туда-сюда так коробка при вас сразу срезали сразу положили все все готово все работает теперь дальше следующий очень важный момент это качество самих листьев очень важно когда вы даете человеку свежесрезанный лист ну и вообще конечно же любые другие листья это проверять хочу сразу сказать что у меня нет нижних листьев как таковых эти фиалки регулярно стригутся подстригаются они обрываются для того чтобы укоренять давать детки продавать и так далее поэтому я смело беру вот нижнего ряда листья не вызревшие они хорошие качественные конечно же перед тем как что то это я смотрю ага этот желтоватый не пойдет наверно будем брать этот но уже знаете когда опыт немножко есть то я быстренько обязательно обязательно смотрим на лист переворачиваем чтобы он был целый красивый без каких-либо поколотости покустостей и так далее желательно так иногда иногда бывает когда на листьях есть какие-то пятнышки я например не сильно на этот счет сокрушаюсь если я допустим купила свежесрезанные там какое-то пятнышко но когда допустим продаю стараюсь продавать чистые листья так это тоже очень важно и обязательно смотреть изнанку листа потому что бывает вот здесь какая-то неприятность случается так сверху лист нормально и с обратной стороны не очень если же такое бывает что допустим лист как вот этот не хочу сломать молочи сам покажу но другого варианта бывает нету бывает листовый куст ободран или все листья немножко с пятнышками вот такой вот конечно нет такой я не даю а если вот всех вот есть вот немножко вот такой вот да и все немножко это просто от стеллажа когда поливалась или что-то там не так пересветилась или пересушилась бывают вот такие вот неприятности на листьях поэтому когда вы выращиваете на продажу нужно очень хорошо следить за вот такой вот гадостью не гадостью очень неприятности такой нужно вот такие листья как бы это уже будут листья для меня на посадку на детки все то есть если нет хорошего качественно кондиционного листа который вообще идеален ну иногда могу дать вот такой один и конечно же какой-то второй в придачу то есть понятно да ну это уже такое все мы с этим сталкивались бывает что не идеальные листья если от обработки какое-то пятно остается я вообще не стесняюсь могу дать это я брызгала топазом от мученистой росы и у меня немножко остались такие пятна вообще даже я иногда радуюсь когда девочки продают на листьях видны пятна от обработки думала человек старается следить за чистотой своей коллекции молодец очень хорошо хоть когда-то кто-то что-то здесь сделал так идем дальше значит как я обрываю я не срезаю можете срезать можете не срезать острым ножом возле самого основания чтобы была длинная ножка и чтобы девочки которые допустим заказывают у вас фиалки они могли там отрегулировать длину посадочной вот этой черешка все значит бумажечка подписано смотрите все подписано остин смайл бац раз красота видите все никто никуда не денется все прекрасно на черновиках написано и все всем нравится а еще один очень важный момент вот эту надпись нужно делать или шариковой ручкой или ручкой который маркер который не от воды не не теряется ну что есть маркеры и фломастеры которые вода падает и все смывается они водорастворимая то что вы допустим на подписывали воды попало и все и ничего не остается теперь что я делаю я не обматываю каждую вот эту вот отдельно вот эту вот стволик черешок в бумажечку или ватку вообще я таким не парюсь честно говоря начать я беру по два по три штуки смотрите так вот беру туалетную бумагу обыкновенной конечно я нарезаю но не успела нарезать но смотрите показываю пример как я делаю приблизительно вот такими вот штучками так быстро 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 значит вот буквально чуть-чуть стараюсь чтобы вот это вот ну если получается я подгибаю вот этот хвостик что он не размок обычно не размокать я же не лью туда воды три километра понимаете вот как кончик подогнули замотали так как фокусу замотали так вот буквально чуть-чуть немного бумаги и макаю на кончик макаю в воду на кончик буквально чуть-чуть чтобы немножко увлажнить много воды лить не надо и вот таком вот виде это все кладется в кулечек обыкновенный бутербродный который я тоже не думала что я вам так буду все детально рассказать вот кладу сюда упрощается время чем что вы не мотаете каждый лист отдельно в таком виде по два по три листа очень легко заматывать и в принципе все удобно комфортно в работе так следующий момент если холодно если плюс 10 ночью плюс 5 плюс 7 вы знаете что возможно будет ехать это все при возможно там допустим холодном каком-то холодном каком-то климате до в холодном холодное время года будет ехать то лучше отправлять листья фиалок если у вас доезжает за день за два без воды тогда нет риска вообще скажем так нет риска получить мучнистую росу на влагу если вы больше воды дали и так далее поэтому вот мы допустим вот я в украине если я отправляю свежесрезанные листья именно в межсезонье именно когда вот температура вот 10 ночью я знаю что человек сразу забирает да я сразу же вот это вот все и едет допустим один день ночи едет я кладу без воды предупреждаю человека что фиалки без воды потому что потому что возможен риск заражение бактериальными но обострение так далее поэтому принципе все все понимают на соглашаются и все нормально доезжает лучше в холодное время года без воды отправлять так надежнее и лучше доедет фиалки прекрасно и неделю могут пролежать вот таком состоянии при температуре 10 градусов ничего с случится но если таки неделю едет да вот лучше тогда не рисковать и все-таки чуть-чуть водички давать но буквально чуть-чуть все в принципе и летом тоже нормально с небольшим количеством воды вот такой вот упаковки в коробке нормально доезжают растения все в порядке никакой фольги там я не делаю так не знаю девочки делаю там конечно если посылка едет две недели то наверное стоит заморочиться и в фольгу еще замотать чтобы не такое испарение было вот но много воды категорически нельзя потому что они в коробке в чем нам по темной коробке могут просто сгнить у вас за эти две недели поэтому лучше здесь не рисковать вот так вот так вот я собираю фиалочки пытаюсь это все разобрать вот и мне очень нравится именно вот такая вот когда заказ не очень большой допустим не 300 растений да не 100 а вот допустим вот 50 40 листьев вот это очень удобно раз два три вперед побегал по коробкам по стеллажам поискал коробочку перед собой поставил почему коробочки уже вам рассказывала посмотрите на другие мои сборы заказов и в каждом видео рассказываю что я использую коробки снимаю со стеллажа ставлю перед собой и таким образом работаю вот мои стеллажи сейчас а кстати я вот мне хороший вопрос задали насчет бегоний я расскажу почему я не продаю практически свежесрезанные листья декоративно-лиственных бегоний потому что это не рентабельно проще и лучше ее их укоренить и продавать укорененные фрагменты или же продавать уже детки потому что бегонии имеют большие листья и просто на эту цену не сложишь этому листу поэтому вот так вот моя подготовка сейчас еще доделаю стеллаж доделаю освещение там вот все у меня растет все цветет что у меня прям как под это время года вот сейчас ноябрь начали декабрь скоро начали девчата прям цвести вот я их там немножко издеваюсь над ними не успеваю поливать ну что ж поделаешь фиалки отпаиваются вот так вот ребятушки и еще такой очень важный момент что если вы любители пересушивать фиалки так как я и периодически у меня случается товарный лист листьев очень ухудшается поэтому если вы продаете свежесрезанные листья или хотите продавать следите за поливом чтобы ваши девочки были всегда политы не переувлажненные не залитые в этом плане конечно лучше всего фитильный полив отрегулированный поэтому вот так вот надеюсь было полезно интересно поддержите пожалуйста меня лайком пишите в комментариях снимать ли вам такого плана видео или нет будет интересно подсчитать и вообще напишите как вы отправляете как вы получаете как вы заказываете вам приходят свежесрезанные листья какие у вас были результаты и выводы вы сделали до новых встреч пока пока